Массовая вакцинация стартовала в России больше двух месяцев назад. За это время в наш город поступило более 8,5 тысяч доз вакцины. В том числе, тысяча доз поступило на прошлой неделе. С начала вакцинации первым компонентом привились 6995 человек. Полностью процесс иммунизации завершили 5145 новоуральцев. При этом более тысячи жителей города привились на выезде. Бригады самостоятельно приезжают на предприятие, если в этом есть необходимость. Возможность поставить вакцину вне постоянного пункта появилась благодаря специальному холодильному оборудованию. Также в городе продолжается вакцинация против гриппа. В марте прививки сделали 92 человека. Значит, грипп на нашей территории случаев пока не было. Но грипп иногда приходит к нам и в апреле, и позже. Мы проводим мониторинг цен вегиена. У нас имеется тест-система на коронавирусную инфекцию, когда мы ПЦР делаем. Там одновременно мы выделяем и коронавирус, и определяем грипп. За весь этот период мы выявили только два случая гриппа. Гриппа А, ну не тяжелых, то есть сезонный грипп А. Два случая. Так что эпидподъема гриппа нет. В основном из респираторных инфекций идет коронавирусная сезонная. И три случая парагриппа всего выявлено. Поэтому, видимо, коронавирус пока вот все другие вирусы как бы немножечко вытесняет. На сегодняшний день в мониторинге прививочной кампании участвуют 88 организаций города. Предприятия ежедневно предоставляют информацию об общем количестве сотрудников, а также работниках, поставивших прививки или не поставивших их из-за наличия антител или медотвода. Сегодня в мониторинге участвует 88 организаций. Не все регулярно заполняют мониторинг, но хотя бы раз в две недели информация там появляется. Введение мониторинга, вот почему оно важно, что оно позволяет сформировать общую картину по охвату вакцинации жителей и выявить те организации, у которых большая списочная численность, но небольшой охват. И услышать проблемы этих предприятий для того, чтобы помочь даже соорганизовать совместную работу с ФМВА, возможно, организовать выездные пункты вакцинации. Напомним, в регионе до сих пор действует масочный режим и социальное дистанцирование, хотя и был ослаблен ряд ограничений. С 30 марта обязательная самоизоляция для групп риска станет носить рекомендационный порядок, а допустимое количество посетителей массовых мероприятий увеличилось до 75%. И все же предотвратить третью волну COVID-19 и снизить заболеваемость коронавирусной инфекции сможет формирование коллективного иммунитета. В центральной медико-санитарной части номер 31 вакцинация проводится в следующих пунктах. На базе трансфузиологического кабинета в больничном городке, улица Мичурина, 15, дробь 17, вакцинация первым компонентом. В городской поликлинике на Комсомольской, 9, идет вакцинация вторым компонентом. В филиале номер 1 поликлиники на строителей 2А вакцинация первым и вторым компонентом. Записаться на вакцинацию можно через сайт медсанчасти 3w.cmc.dfis31fmba.rf или по телефону колл-центра 2-47-97 в рабочие дни с 7.30 до 19 часов. Также дополнительный пункт вакцинации организован на базе детской поликлиники на Тегинцево-1. Вакцинация первым компонентом проходит по субботам, а вторым – по воскресеньям. Записаться также можно через сайт медсанчасти или по телефону 6-91-15 с 9 до 17 часов в рабочие дни. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность, СНИЛС или полис обязательного медицинского страхования. Продолжение следует...